День с толком В Михайловском районе прошли обыски с изъятием документов Гаджеты нужны и школьникам, и учителю В Барнауле обсуждают цифровизацию образования Как живые? Мастерица из Новоалтайска создает вечные цветы В администрации Михайловского района сотрудники ФСБ провели обыски По словам представителя администрации были изъяты документы Он подчеркнул, вопреки тому, что уже пишут СМИ, эти бумаги никак не связаны с сельхозкооперативом «Прогресс» В компании сейчас запущена процедура банкротства Мобильные телефоны также изъяты далеко не у всех сотрудников Но, похоже, глава района Евгений Юрьев входит в их число Абонент недоступен Задержанных нет Чему посвящены следственные мероприятия нам не сообщили Лишь упомянули, что это не касается действий должностных лиц, которые сейчас работают в администрации Почти на три часа сегодня будет перекрыто движение на дорогах края Трассы закроют из-за планового перемещения военных колонн Об этом сообщает Кровая госавтоинспекция С двух до пяти часов движение будет затруднено на автодороге Фирсова-Бобровка Примерно в это же время на Чуйском тракте в Косихинском районе и недалеко от 267-го километра Чуйского тракта Водителям советуют скорректировать свои маршруты Учителей 101-й барнаульской школы не накажут за то, что они допускали травлю учеников Уголовное дело прекращено Речь идет о громком скандале конца прошлого года По материалам дела над тремя учениками продолжительное время издевались в школе Мама одного из них тогда рассказывала нашей съемочной группе о постоянных избиениях сына По ее словам, руководство школы игнорировало проблему, но женщина дошла до СМИ Тогда и возбудили уголовное дело по статье «Халатность» Правда, следователи установили, что после каждого случая травли в школе беседовали и с родителями, и с учениками Вину руководства в итоге не признали, дело закрыли Наконец-то сегодня получила письмо из Следственного комитета, которое развязало мне руки В связи с ответственностью за неразглашение и публикацию в СМИ материалов нашего школьного дела Держитесь теперь зубами за воздух, господа барнаульские следователи Над вами теперь можно только смеяться и плакать Встречаемся после Нового года Посмеемся вместе Ротация станции, перевернутый класс – это не просто сочетание слов Это модели так называемого смешанного обучения Которые сейчас активно внедряют во всех российских школах Проще говоря, общение учителя с учеником лицом к лицу смешивают с обучением онлайн В Барнули сейчас проходит всероссийская конференция, где как раз обсуждают цифровые технологии в школах Готовы ли алтайские школы к цифровизации и не отпадет ли надобность в педагогах? Расскажем далее Дети 21 века практически рождаются с гаджетами в руках Поэтому современные технологии уже в одном ряду с традиционными методами обучения Но учит все равно педагог Интернет – лишь инструмент Чтобы пользоваться им грамотно, как раз и организует подобные конференции Выстраиваем коммуникацию, выстраиваем взаимодействие с учителями Чтобы помочь педагогам разобраться, во-первых, в многообразии цифры И того, что можно использовать на уроке В каком соотношении использовать бумагу, например, и цифровые технологии Сохраняя при этом здоровье ребенка, не забывая об этом Кстати, смешанное обучение довольно успешно внедряют в школах края, в том числе сельских Но не всегда хватает технического оснащения У нас сельская школа, хотелось бы мобильно-переносной компьютерный класс в кабинет Чтобы мы не брали компьютеры в мультимедиа А было свое, чтобы мы в любой момент могли сесть и работать Но и в сложных ситуациях выход находят, говорят эксперты Правда, для этого нужна полная заинтересованность учителя Такой яркий пример был в одном из регионов Когда учитель рассказала о том, что дети к ней приходят домой В ее сельский дом по субботам И решают задачи Она раздает им Wi-Fi И они решают задачки в различных цифровых платформах Дмитрий подчеркнул, что это не самый лучший пример И конференции, подобные сегодняшние Должны помочь решить в том числе и вопросы Оснащения сельских школ интернетом и техникой Но все-таки в первую очередь они должны обучить педагогов работать в команде И применять цифровые технологии на практике Конференция продлится два дня Онлайн в ней участвуют педагоги со всей России Татьяна Голубева, Илья Халяпин, День с толком Продолжают появляться новые кандидаты на должность главы Барнаула Коммунисты России заявили, что от них пойдет Александр Андрющенко Это первый секретарь Барнаульского партийного горкома Название избирательной программы – город социального равенства Впрочем, документы в комиссию пока еще не поступили Как нам сообщили в Барнаульской гордуме Сегодня на 12 часов дня подано только три заявки от кандидатов Документы на должность главы Барнаула принимаются до 19 декабря Министр строительства и ЖКХ края Иван Гелев Рассказал, как в министерстве видят причины холода в комплексе Демидов парк Чтобы температура в квартирах поднялась выше 10 градусов На первых этажах новостройки нужно расположить, к примеру, детский сад или поликлинику Хотя по проекту там предполагается коммерческая недвижимость А пока этажи пустые, будет холодно и в соседних квартирах Это одна из причин Есть вопросы к теплообменнику, от которого подается тепло в дом После того, как там один клапан убрали, тепло в принципе на 10 градусов подача увеличилось И в целом по квартирам, которые там замеряли температуру, если она была до этого до 14 градусов То в принципе, наверное, градуса так вот в среднем на 7 поднялась Эту ситуацию исправило бы заселение дома Но пока обжили всего 12 квартир Плюс кто-то меняет типовые батареи на свои, от чего тепла не прибавляется Правда, жители считают, что причина в ошибках строителей Исправить их можно, ведь дом на гарантии Вопросов к дому пока не озвучено То есть о том, что где-то дом, например, сделан не по проекту Где-то то, что сделано, должно быть не сделано Либо сделано в других материалах Такой информации на сегодня нету и никто ее не подтверждает Проверять эту информацию будет технический надзор Ведь все проблемы с Демидов парком изначально связывались с проблемным подрядчиком Жительница Новоалтайска делает реалистичные цветы из холодного фарфора И вы не отличите их от живых Они не разобьются и не завянут Но процесс создания одного букета может занять несколько месяцев Что такое керамофлористика, разбиралась Дарья Идемиллер Влаги боятся и так в основном ход такой Просто смахнули пыль и все Эти цветы никогда не завянут, а выглядят как живые На лепесточках даже есть следы от жуков-листоедов Евгения Строухова занимается керамофлористикой два с половиной года Училась этому ремеслу она в интернете и методом тыка Евгения считает, что самое главное качество мастера это Усидчивость в первую очередь Потому что сидеть нужно очень долго Все это расписывать, все это фактурить Придавать форму, вот определенную, как сказать, реалистичность Надо передать, как сказать, саму суть цветка Нужно знать ботанические точности всех цветов Всего за несколько лет мастерица сделала более ста бутонов На один цветок уходит более трех дней Упрощают создание лепестков специальные формы Хорошенечко давим со всех сторон Открываем Такая вот фактура проходистая получается Это орхидея первенец Евгении Именно с нее начался путь в керамофлористику Все боятся, что разобьется Потому что керамическая флористика, холодный фарфор Все думают, что это прям фарфор-фарфор Такой настоящий Через печи вот эта вся история Да, ну на самом деле это полимерная глина Кроме полимерной глины, которая застывает на открытом воздухе за пару часов Для создания цветов используют различные красители Пастель, масляные краски Их либо вмешивают в материал, либо накладывают сверху Вдохновение Евгения берет у живой природы Ну вообще я люблю и живые цветы у меня на участке растут И такие Конечно, к таким своим цветам больше трепета Потому что ты душу вкладываешь Всю вот эту вот энергетику Сейчас любимые цветы приносят Евгении не только радость, но и прибыль Девушка делает букеты на заказ В топе запросов розы, орхидеи и земляника По лесным ягодкам зимой особенно скучают Дарья Демиллер, Илья Халяпин, День с толком А на этом у меня все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компания Валар До встречи